Теперь мы обменяем немножко BUSD на BNB, который мы будем использовать в дальнейшем для оплаты транзакций на нашем кошельке MetaMask. Чтобы не потеряться, где мы находимся, мы находимся в кошельке в пополнении. Чтобы насюда зайти с нуля, мы наводим на кошелек, обзор кошелька, загружаются все варианты наших кошельков, и мы вот здесь переходим в пополнение. Напротив BUSD мы нажимаем обмен, у нас открывается такая вот страничка, на которой написано, что на спотовом кошельке 0. Так есть, может на споте 0, вы просто нажимаете вот сюда и меняете для пополнения, и все, открываются данные с нужного кошелька. Мы меняем не на B2C, мы меняем на BNB. Минимум, сколько можно поменять, это 3 доллара, то есть 3 BUSD. Я буду делать 10, чтобы побольше закинуть на кошелек, чтобы к этому вопросу дольше не возвращаться. Чтобы у меня всегда было на счету BNB для оплаты за газ. Нажимаем предварительный просмотр, и он считает, сколько он может нам дать. Стричь через 5 секунд, и цена станет неактивна. То есть, если вы долго считаете, потому что курс BNB очень волатильный, и поэтому цена актуальна всего 5 секунд. Мы нажимаем обновить, у нас все устраивает, и нажимаем конвертировать. Все успешно, BNB на сумму 10 BUSD у нас уже на счету. Тут написано, вы потратите, а по факту мы их уже потратили. Нажимаем подстрелить статус, нажимается история конвертации, тут все написано, что все успешно. Теперь возвращаемся в наш кошелек, сразу в необходимый счет, чтобы попасть, можно просто повести немножко вниже. И вот наш он кошелек для пополнения. И вот теперь у меня на счету 111 BUSD. По курсу это 111 18 долларов, и ровно на 10 долларов BNB. Эта сумма будет меняться, потому что BNB он волатилен. В следующем уроке мы переведем и BNB, и BUSD на наш кошелек Metamask.